Проблем у детей не меньше, чем у взрослых. Все те же неурядицы в семье, экономическая несостоятельность, конфликты с коллегами по играм. Только вот решают подростки их нередко гораздо более радикальными средствами, иногда переходя грань дозволенного законом. 99-й был рекордным по количеству правонарушений с участием несовершеннолетних. Именно для таких молодых людей и были созданы центры временной изоляции. В прошлом году воспитанниками Карельского республиканского центра становились около полутысячи мальчиков и девочек. В этом году их количество сократилось в три раза, но это вряд ли является поводом для радости. Тенденция к росту краж, грабежей, разбоев и хулиганств сохраняется и в 2000 году, а посетителей стало меньше благодаря новому федеральному закону, который предписывает помещение сюда подростков только по постановлению суда. Думаю, что для детей, детям этот закон не помог. Не помог, потому что принят он слишком рано. И не нужно делать, на мой взгляд, скоропалительных решений, когда не готова база для открытия карельского социального приюта. Если раньше в здание за бетонным забором принимали и по личным просьбам, то теперь до совершения преступления ребенок предоставлен сам себе. Почему же около ста человек предпочли в прошлом году неволю? Ответ достаточно прост. Здесь, на Лассасинской 8А, они получают то, чего так не хватает на свободе – заботу и внимание. Попадая в центр, ребенок прежде всего проходит санобработку, ведь многие бродяжки и бегунки появляются в этом исправительно-воспитательном учреждении завшивленными с полным набором венерических заболеваний. Через трое суток одеты в казенную одежду, но отнюдь неформенную, в основном это гуманитарная помощь из-за границы, они вливаются в коллектив перевоспитывающихся. И поначалу ведут себя агрессивно, чуть что выпуская колючки. Три парня из Пудушского детского дома, 12 и 13 лет, недавно в Петрозаводском центре временной изоляции. До этого на протяжении полутора лет промышляли воровством. И попали они сюда не случайно за неоднократные кражи. Причем кражи они совершали в самом детском доме, как у администрации, воспитателей, так и у самих воспитанников. Это и деньги, это и вещи какие-то. Офис деньги украл и сказал на меня, на офис. Вот он украл деньги, на тебя сказал? Нет, он на тебя не говорил, вместе бродяй. Рома столичный житель и существовал до последнего времени не в детдоме. Но жизнь его от этого легче не была. Его опекуном в настоящее время является бабушка, которая безумно его любит. И вот, наверное, эта любовь, безумная и безответственная, может быть, в каких-то отношениях, она привела его в эти стены с решетками на окнах. Я беру в него железной палкой запустил, по селезенке. Я попал отсюда, считай, что по ноге, по косточке, он говорит, что по селезенке. Бабушка была у него в больнице, он спрашивал, как это там? Он говорит, нормально. Все. Судьбы детей, независимо от пола и возраста, достаточно схожи. Среди тех 76 подростков, побывавших в центре после вступления в силу федерального закона, больше всего малолетних воришек. Около 70% из социально неблагополучных семей. 15-летняя Женя была здесь и по собственному желанию, и теперь по решению правоохранительных органов. Я так-то не ворую вообще. Ты вообще не воруешь? У меня нет такого. Иногда бывает. Как рассказывают сотрудники, к концу 30-суточного пребывания в центре многие симптомы агрессии у детей исчезают. И не мудрено, чуть ли не ежедневно проводятся беседы с психологами и воспитателями в погонах. Наказывают воспитанников крайне редко, изолируя в отдельную комнату на срок от 24 до 72 часов. А слушавшийся, лишен прогулок и общения с товарищами, принимает пищу в одиночестве, но, как и все остальные, 4 раза в день. Кстати говоря, готовят из расчета 24 рубля в сутки на человека, и меню радуют разнообразием. Есть с днем и фрукты, и свежеиспеченные пироги. Если наказывают здесь бездельем, то поощряют трудотерапию на собственном огороде, дары которого также идут на стол. Но именно с огородом могут возникнуть непредвиденные проблемы. Совхоз теплично отказал сотрудникам УВД в рассаде. Мне было отказано только по той причине, что наше учреждение входит в Министерство внутренних дел. Вообще, это место мало напоминает следственный изолятор Министерства внутренних дел, а проще тюрьму. Работают здесь люди, искренне любящие детей. Татьяна Оськина считает, что по-другому нельзя. Может быть, они помогут детям не озлобиться на весь мир и встать на путь истины.